Добрый день, это Тутбай ТВ. Меня зовут Алена Андреева и в новом месяце я рада приветствовать вас в рамках нашего очередного марафонного проекта. Автомарафон у нас сегодня с 10 до часа, будем говорить на все автомобильные и околоавтомобильные темы. В гостях у нас сегодня будут самые авторитетные, самые знающие люди и разбирающиеся в вопросах, связанных с автомобилями и дорожным движением. Но прежде чем представить гостя, скажу, что сегодня мы также будем разыгрывать подарки от сети АЗС А100. Есть у нас абонементы такие вот на мойку. Чтобы их получить, нужно будет позвонить в студию по номеру 239-5757 и ответить на наши каверзные вопросы о правилах дорожного движения. Но это будет все еще впереди, он все только начинается. И, во-первых, рада приветствовать в этой студии моего коллегу Александра Николаевича, с которым мы сегодня будем вести все эти автомобильные разговоры. И, конечно же, рада представить нашего первого гостя. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Сергей Владимирович Самойло, генеральный директор холдинга «Атлант-М» в Беларуси. Наш первый гость. И наш первый вопрос к первому гостю, естественно, о том, как и что изменилось в 2012 году, уже уходящем, на рынке новых и бэушных автомобилей. Ну, значительно изменилось. На самом деле, если мы говорим о 2010 года, с января 2010 года, мы работаем в едином таможенном постранстве, и у нас были единые таможенные пошлины между странами России, Казахстан и Беларусь, то в этом году у нас изменилось еще и законодательство немножко по налоговым законодательствам. У нас НДС теперь уплачивается при ввозе автомобиля на всю стоимость автомобиля. Тут тоже небольшая разница существует. НДС у нас считается 20%, в России 18%, а в Казахстане 12%. То есть немножко такой дисбаланс. Вот, наверное, вот этот законодательный акт повлиял достаточно сильно на рынок, в том числе и Республики Беларусь, и изменил всю ситуацию, которая сегодня... То есть новые автомобили в Беларуси самые дорогие на едином таможенном пространстве? Ну, на сегодняшний день, ведь после введения такого законодательного акта, просто цена, конечно, увеличилась очень сильно. В дальнейшем все представители заводов, соответственно, вели переговоры с заводами о выстраивании своего единого ценообразования. В том числе понизилась, наверное, где-то маржа, то есть сама заводская понизилась и дилерская, и импортерская, представители завода. То есть произошло уменьшение вот этого как бы объема, то есть есть согласование. Я не хотел бы сказать, что все это гладко произошло, и все это уже произошло до стационального больше, потому что многие производители просто сделали поддержку на определенный переходный этап для выравнивания. Ведь не секрет о том, что таможенный союз, он издает и там регулирует законодательные акты постоянно. То есть они работают над этой системой, нет устоявшегося. И точно та же и работа с заводами, это постоянный процесс. Ну, а что касается автомобильного рынка, то есть, соответственно, этот акт дал свой резюме, модель МИК, соответственно, начал меняться, увеличилась вся стоимость автомобилей. Вот оно вот сборка. А почему не появились российские автомобили российской сборки? Ну, ведь известно, что у всех, почти у всех крупных производителей есть свои цеха в России, да, и, соответственно, машины там производимые, да, считаются российской сборкой российского производства, да. И, насколько мне известно, переговоры шли на тему российской поставок к нам, но они застопорились. Почему у нас, почему процесса этого нет, и почему мы до сих пор не можем получить эти автомобили, которые, де-факто, по такому же качеству, да, заявляются, но дешевле по цене? Ну, я бы не сказал, что мы не получили, то есть, ну, в частности, я вижу о том, что производители в Республике Беларусь, то есть, представители тех или иных заводов, имеют такие автомобили в реализации автомобилей, производящие в Российской Федерации. Но давайте обратим, что это не все модели, это там одна-две модели, которые существуют из модельного ряда одного из производителей. Соответственно, остальные модельный ряд, он все равно ввозится в страну и выплачет таможенные пошлины, будь то это Российская Федерация, либо Республика Беларусь. Поэтому говорить о том, что не произошло, произошло. С некоторых заводов, которые раньше запустились, из которых прорабатывался вопрос, например, о поставках в страну, то есть, они начали эту работу уже заблаговременно, до ввода еще этого процесса, и у них это более быстрее произошло. Других завод запускались позже, например, то есть, и, соответственно, вопросы все, отгрузки с этих заводов сюда в Республику тоже занимают некоторый аспект. Но нам важно то, что завод должен отгружать сюда машины без уплаты НДС, то есть, соответственно, мы должны сюда завести, уплатив НДС сами первично. А если мы будем покупать у дилера, уже, например, или там у производителя, который выставляет с НДС, то произойдет уплата двойного НДС. Возврат, например, НДС в России, пока на сегодняшний система такая длительная, и с помощью больших проверок, то есть, камеральных так называемых. Это длительный процесс, замораживание, в том числе, финансовых средств, на более чем полугода, не совсем экономический эффект получается отсюда. Поэтому все заводы сегодня прорабатывают вопросы о поставке этих автомобилей напрямую в Россию, в страну, в республику, и уплаты здесь НДС. И такое, я бы не сказал, что их нет. Есть. Ну, давайте перечислим Kia, Rio, например, Polo, Sedan. То есть, у Toyota тоже существует. А качество такое же? Ну, заводы, в любом, сертификат качества за любой завод, любой завод, то есть, будущий, это как Volkswagen, либо Ford, у него существуют свои стандарты производства. Соответственно, если он открывает в том или иной стране этот завод, он будет требовать от персонала, от своего менеджмента, такие же самые стандарты, как будто будет это в Европе, либо это будет в Российской Федерации. А белорусов интересует происхождение автомобиля? Где он был собран? Ну, на самом деле, это происходение, то есть, достаточно, он как бы уже сейчас стирается, то есть, на такой процесс. То есть, ну, народ попробовав автомобиль, посмотрел, что качество у него точно такое же. Ну, то есть, как бы, назовем так, сарафанное радио все равно работает. То есть, они убеждаются, что, в принципе, ну, и кроме того, что, если даже существует какой-то, любая машина, это слово «техническое изделие», оно тоже имеет свой, там, скажем так, заложенный процент, как-то по статистике еще, будучи в институте, мы изучали, что статистика – дело такое интересное. Любая машина может иметь поломку. А вот, ту или иную, то есть, причем она разная бывает. И, соответственно, завод после еще сохраняет гарантины обязательства, на которые он обязан устранить этот процесс. Ну, в основном, в основном, то есть, такие же все самые условия, не в основном, в такие же самые условия сохраняются, что на европейские, что на российского производства. То есть, поэтому тут вопросов нет. А стали ли белорусы богаче? Может быть, реже стали покупать автомобили в кредит? Или все же кредитные линии банков на покупку новых автомобилей до сих пор востребованы? Ну, я бы не сказал, что по нашей статистике, до, скажем так, до кризиса 2008 года, то 60% наших жителей покупали автомобили в кредит. На сегодняшний день это не переходит в 15%. То есть, снизилось количество людей? Снизилось количество. То есть, люди покупают автомобили за свои деньги? То есть, приходят и полностью выплачивают стоимость автомобиля? Ну, давайте скажем так, что модель МИКС после февраля месяца, то есть, продаваемая модель МИКС, очень сильно поменялась. Она сегодня становится примерно такая же, как в Российской Федерации. То есть, идет, произошло, что снижение в сторону от самих дорогих более машин, то есть, в сторону снижения более бюджетных автомобилей. То есть, это мы видим в том числе. Российская сборка, если мы уже будем говорить так, то приоритет пока у них там больше в этом вопросе идет. Поэтому покупают более дешевые, и, соответственно, там меньше нужно было брать денег на этот процесс. Хорошо, если мы говорим о том, что стали покупать в Беларуси более дешево, зачем тогда автоцентр открывает, холдинг открывает автоцентры премиум для машин, где премиум класса, да? Кто их покупает, и есть ли у нас элита? Вот так вот, скажем. Ну, я думаю, что в любом обществе существует элита. То есть, соответственно, если она элита существует, то и будут существовать те или иные жители, которые могут себе позволить купить того или иного класса машин. То есть, элиты у нас так много, что надо открыть отдельный автоцентр, чтобы они туда могли приходить, или там, чтобы не стояла очередь из элиты. Ну, давайте скажем, вот мы сегодняшнюю ситуацию разбираем 2012 года, но инвестиции в любой автоцентр, это делается не на год, не на два. Инвестиции в автоцентр на минимум 7 лет. То есть, как бы, это при окупаемости. Соответственно, мы смотрим вперед, то есть, на восстановление рынка, на том, что это произойдет. То есть, и в том числе, автоцентр не только продажа, продажа самих автомобилей, но это техническое обслуживание, после гарантийное, гарантийное, то есть, обслуживание. Это тоже процесс, который необходимо обеспечивать, независимостью от того, скажем так, какие ситуации существуют. Поэтому автоцентры, как бы, нужны. И заводы, в том числе, у них есть свои стандарты. Не с точки зрения рассматривания вопросов в очереди, как бы будет, а с точки зрения рассматривания обеспечения качества и стандартов обслуживания. Вот это мы, наверное, рассматриваем, то есть, строящиеся автоцентры. И все-таки перспективу. Ну, говоря о стандартах, они существовали, наверное, и до строительства автоцентра элитного, да, премиум-класса. Но почему именно сейчас появился премиум-автоцентр, и сколько машин премиум-сегмента было куплено, вот в 2012 году? В 2012 году продажи очень сильно снизились. Это не только из-за того, что там кризис и так далее. То есть, в этом вопросе мы сегодня с производителем достаточно сильно работаем, и мы не выработали еще полную ценовую политику для рынка. Но думаю, что в следующем году мы завершим этот процесс, и мы сможем сделать адекватное предложение, в том числе, чтобы оно было одинаковое ценообразование для всего таможенного пространства. Поэтому, сколько мы их продали, очень, ну скажем так, мало. — Хочется элиту посчитать, да? Прикину, сколько же у нас станет денег? — Давайте, скажем так, что премиум-сегмент. — Машин дороже какого-то среднего класса, да? — Давайте определимся, что считается автомобилем среднего класса. — Давайте мы определимся все-таки не от автомобиля, от 100 тысяч долларов, а давайте определимся все-таки, какие марки являются премиум-сегментом. И тогда уже будем считать. Ну, если уже так не прозвучало чисто марки, то есть, обращаясь ко мне, это я принимаю премиум автоцентр, это все-таки Range Rover, то есть такого, то кроме Range Rover у нас существует еще премиум сегменты, считается сегодня Mercedes, BMW, Audi, Lexus, то есть вот эти кольбы. Ну и эксклюзивные автомобили, ну, по крайней мере, дорогие автомобили есть даже у Volkswagen. Porsche, Lamborghini, Maybach, то есть, которые, которые закрываются, достаточно много, то есть, но это единичные экземпляры, то есть, если посмотреть, например, Porsche, там примерно 4, наверное, 6 автомобилей, может быть, в месяц проходит. В месяц? Может быть, в месяц. Я не считал их продажи, пускай об этом скажет представитель самого Porsche. Ну, по моим оценкам, что это может существовать такое. Поэтому Range Rover, то есть, это минимальная продажа, к которой мы говорим о чем, что это тоже, наверное, 4 будет машины, но это игру, при том стечении обстоятельств, как сегодня существует. Ну, значит, вы можете посчитать. Но, вот опять же, если говорить о Range Rover, то премиум там делится не только на премиум, как на автомобиль, там же существуют и бюджеты марки. То есть, такие автомобили, как Defender, он рассчитан вообще, то есть, это достаточно, назовем так, английский УАЗик, то есть, достаточно надежный, проходимый, он везде прошел, это легенда данного бренда. А вот, с другой стороны, там же существует Freelander, то есть, такого более, уже более в премиум, то есть, назовем так, более городского типа, это Vogue, новая модель, достаточно популярная во всем мире. То есть, он уже не говорил, что дальше там Discovery, это точно так же считается из разряда не премиум-сегмента, такого, как Range Rover, потому что сегодня существует не просто два бренда, есть Land Rover и Range Rover. Так вот, Land Rover, это в том числе и Discovery, это точно такой же рабочий джип. Вот, и считать, что чисто этот автоцентр вот только находится на грани премиума, невозможно. — Россияне едут к нам за автомобилями премиум-класса, ну, чтобы, не знаю, не светиться, грубо говоря, у себя? — Ну, я бы не назвал по таким ракурсам, чтобы не светиться, все равно, если он купит у нас автомобиль, он все равно будет регистрировать его у себя. Значит, статистические все данные, они поступят куда надо. Поэтому светиться вот под этим ракурсом нет. Я думаю, что здесь будет всегда играть только экономическая составляющая, то есть, поэтому и рынок, то есть, давайте скажем откровенно, что у нас все-таки лицензия на работу на собственном рынке, то есть, для сырян этим. И только единственный аспект в том, что сегодня единое таможенное законодательство, соответственно, любой человек может поехать как в России, так и в Белоруссии купить. Если ему будет нету в России такой машины, а у нас есть, он может приехать взять, то есть, если его будет устраивать экономическая составляющая и так далее. Да давайте, наверное, на этот аспект все-таки смотреть, а не на другие. Сергей Владимирович так ловко ушел, вопросов с элитой и с Россией, так очень тонкое все. Ну, последний вопрос, попытки все-таки нащупать богатых людей, да, взять их, так сказать. В оборот. Да, в оборот, да. А автомобили эксклюзивной сборки заказывают, вот, ну, мы знаем, что есть самолеты, да, их иногда там говорят, вот, хотим самолет, а обшивку там другую, да. Да, вот, автомобили часто ли меняются в салон, там, каким-то, я не знаю, изумруды, бриллианты в руль вставляются, есть такие заказы? Ну, с изумруды бриллиантами не сталкивался, поэтому... А с золота там? С золота тоже не сталкивался, существуют определенные комплектации, и они предлагаются в программе продаж, соответственно, приходя к клиенту, если у него не устраивает машина, которая находится в салоне, он, конечно, может выбрать из этого состава. То есть, ничего сверхъестественного вам не заказывают, нельзя прийти и сказать, я хочу руль, но из золота 99 продают. Руль золота 99, завод эту функцию специально не предлагает, это, наверное, нужно будет тогда специально запрашивать завод, возможности изготовления, и это будет функция отдельного, то есть, такого, ну, программа продажа... Сергей Владимирович, ну, скажите честно, да, нет. Нет? Нет. Спасибо. Я хотела спросить, в условиях работы после 2008-2009 года, когда автоцентры и холдинга, и другие очень интенсивно росли, развивалась клиентоориентированная политика, сейчас все же спрос на автомобили потише, да и люди стали более привередливыми, клиенты, они уже знают, как автоцентры старались, и сотрудники автоцентров старались, чтобы заполучить клиента. Пришлось ли внести какие-то коррективы во взаимоотношения автосалон-клиент? Время внесло что-то? Можно, то есть, могут ли позволить сегодня себе сотрудники автоцентра реже улыбаться или там уже с натянутой улыбкой выйти к клиенту? Почему могут себе позволить, не могут? Ну, я думаю, что стандарты должны существовать, а что-то меняется на вопрос, что это меняется. То есть, на самом деле, вот если мы придумаем что-то новое, это потом переходит либо в стандарт, как постоянное существует. С другой стороны, человек привык к тому, чтобы его должны чем-то все время удивлять новеньким. Соответственно, если мы говорим о том, что что-то изобретает, так надо изобретать это постоянно. И этот процесс такой нескончаемый. То есть, соответственно, что-то сегодня, вот мы попробовали это, понравилось, другое не перестает нравиться. Какой-то пройдет период времени, придумываем еще что-то новое. Но это все направлено на то, чтобы клиенту в автоцентре было удобнее, хорошо, и чтобы он неоднократно сюда приехал. То есть, не скажу, что могут быть те или иные мероприятия, например, будут иметь колоссальный успех, который очень понравится. А другие будут совсем чуть-чуть. То есть, поэтому, да, будем менять, будем стараться что-то придумывать, удивлять своих клиентов. Верну вас в глобальную плоскость, да? Опять. Да, от частного к общему. Ожидалось, что в этом году спрос на новые автомобили в Беларуси вырастет. Ну, я помню, у нас же была пресс-конференция в начале года, и вы, не вы, или ваши коллеги говорили, все, ждем взрывной рост, кризис закончился. Это вырос ли рынок на самом деле, или вырастет он в будущем году? Вообще, вот такие вот прогнозы на итоги этого года, прогноз на будущее. Ну, отрицать того, что мы прогнозировали все-таки рост рынка, то есть, мы не будем. То есть, такого, я говорю, я в том числе заявлял эту пресс-конференцию, мы ожидали во втором полугодии этого года, что все-таки рынок начнет расти. Ну, он растет, ну, в принципе, не теми темпами, которые мы себе представили. А говорить о взрывном росте, мы этого не говорили, то есть, мы говорили просто о росте. Взрывного, я думаю, что такого не будет. На сегодняшний день, как мы уже некоторые аспекты засветили, для того, чтобы рост рынок, то есть, наверное, нужно и в том числе банковскую систему, чтобы были кредиты выгодные, в том числе, и какие-то другие аспекты сделать. И только тогда, во-первых, все-таки машины достаточно сильно подорожали. Я уже сказал, что переориентация модели МИКС после февраля месяца произошла, ну, посчитайте, посчитайте на 180 градусов. Если раньше это было, у нас достаточно много внедорожников, 4 ВД разных классов регистрировалось, то сегодня это происходит, наоборот, к бюджетным автомобилям. Пол Седана, Киева, Рио, то есть, и так далее. Вот, это преобладающие модели, которые сегодня в продажах. Поэтому, да, мы ожидали чуть большего, но вот это не произошло. В этом году не произошло. Но все равно, если рассматривать нашу, во-первых, все-таки модель автомобильного бизнеса, сравнивать ее с другими странами, то есть, которые существуют, и как для явного примера развития, то мы ожидаем, что рынок, рынок новых автомобилей должен вырасти. На это должно повлиять, в том числе, наверное, смена автомобильного парка. То, что было завиано достаточно много поддержанных автомобилей, они рано или поздно должны будут смениться. То есть, меняться их будут, они будут уже на, если раньше, назовем так, продажи нету, официальных дилеров составляли больше 80%, то сегодня мы ожидаем, то есть, и смотрим, что это сокращается. То есть, наоборот, те уже неоригинальные завозы неотпендилеров, то есть, они не превышают 20%. Соответственно, продажи будут расти за счет этих факторов. Я благодарю вас, Сергей Владимирович, за то, что вы нашли возможность прийти к нам сегодня и вместе с нами начать наш автомарафон. Напоминаю, что нашим первым гостем сегодня был генеральный директор холдинга «Атлантем» в Беларуси. Мы продолжим наши автомобильные разговоры чуть позже, а пока я напомню, что каждый из вас может стать обладателем этого прекрасного абонемента на мойку от сети АЗС А100. Для этого достаточно позвонить нам в студию по номеру 239-5757 и ответить на вопрос о правилах дорожного движения, который мы пока что не раскроем, чтобы вы не посмотрели правильный ответ во всяких вспомогательных книгах. Поэтому звоните, пообщаемся на автомобильные темы и продолжим наш автомарафон через несколько минут.